итак друзья сегодня хочу начать цикл роликов по черенкованию голубики у нас 27 февраля сегодня великолепный теплый денечек плюс 17 градусов уже прям пахнет весной и конечно руки невероятно чешутся что нужно начинать уже высаживать черенки голубики вообще по-хорошему еще рановато можно еще дней 7-10 потерпеть но к чему я это снимаю сейчас для того чтобы вы тоже успели высадить свои череночки если я буду снимать это позже соответственно я это и выложу позже и вы увидите позже вот поэтому снимаю немножечко заранее сегодня хочу провести эксперимент буду сажать черенки в разные грунты и хочу посмотреть в каком из грунтов голубика будет лучше укореняться я всегда укореняла только в обычном кислом торфе это вот это у нас у нас плошечка она отличается она такая вот рыженькая вот здесь более крупная фракция такая вот лохматая как бы сказать вот потом всю зиму я занималась черенкованием цветов гортензии пеларгонии бегоний и смотрела у блогеров которые укореняют очень хорошо получается вот в таких почва брикетах да хорошо неплохо я не ничего поспорить не могу мне понравилось ну не не дешево конечно выходит 8 литров это я вот фикс прайсе купила за был 79 рублей осенью сейчас 99 рублей кипятком завариваете я вот таких вот чашках заваривала кипятком через какое-то время он разбухает и приобретает вот такой вот вид здесь у меня немножко попала со старого грунта перлита ну тут буквально совсем чуть-чуть вот такой вот прекрасный значит вот это вот почва по почва брикет здесь тоже на основе торфа он нейтральный это почва для выращивания рассады другое у меня нет поэтому попробуем этот соответственно перлит в котором также я видела как удачно укореняются черенки гортензий это обычный песок купила в магазине в садовом вот оставила специально пакетик вот такой вот он термически обработан долина плодородия кстати этот перли тоже долина плодородия но это совершенно не важно какой вы возьмете и вот эта плошечка у нас с опилками лиственницы они у нас лежали с того года мы ими топили теплицы и вот муж мне привез вот такие вот влажные опилки дополнительно я их проливать ничем не буду то есть вот так как есть так и есть сюда я буду высаживать в песок влажный перлит сухой я его намочу после того как мы посадим черенки сюда этот влажный торф наш кислый вот хочу чтобы вы посмотрели до какой степени он влажный то есть вот при сжатии комочек остается но с него ничего не капает то есть сырой мы торф не делаем точно такая же консистенция и вот у этой вот крепкой рассады почва брикета так дальше что я делала вчера я замочила черенки здесь у нас denis blue я беру один сорт чтоб у нас честный был эксперимент вот эти череночки вот так вот прям связанном виде у меня всю ночь и почти сегодня вот весь день лежали в теплом растворе циркона циркон пачечку я выбросила но он вот с этой серии вот таких вот пачках я брала почему решила взять циркон потому что это наиболее доступный для вас укоренитель скажем так профессионалы мои ролики смотреть не будут им оно не нужно поэтому я большей степени считает снимаю для любителей садоводов огородников дачников вот и хочу чтобы для вас это было более доступно можно воспользоваться вот у меня стоит ради фарм но в принципе он тоже не такой уж там и редкий культифорд культимар ну их очень много в прошлом я буду укоренять также пробовать еще и в цирконе ну я вот работаю культимаром повторю этот эксперимент у нас будет на цирконе все вот эти черенки лежали у меня ну скажем так практически сутки в теплом растворе циркона здесь цитовид я просто вам показываю пачка что вот с этой серии глядите для обеззараживания не обязательно пользоваться какими-то дорогущими препаратами там привикурами и всем всего подобного сделайте раствор марганцовки сделайте раствор фитоспорина у меня вот он жидкий марганцовку если будете добавлять но ярко розовую не бледную не прям вот чтобы она была свекольного цвета а ярко розовую минут 15 и полежат и достаточно так что эти череночки у нас водички напились с укоренителем и сейчас мы приступим к высадке этих черенков друзья черенки мной были заготовлены заблаговременно поэтому несмотря даже на то что я их замачивала практически сутки не у меня лежали в укоренителе в разведенном с водой я все равно еще делаю новый срез обновляю и делаю вот такое вот бороздование то есть тем самым можно не делать конечно не косой стресс не бороздование все это возможно покажется вам и лишним но для чего это делаю я для того чтобы увеличить площадь для образования калюса калюс это такое тканевое образование которое образуется на раневых местах вот и очень часто там образуются придаточные корни тем самым мы просто даем больше шансов для образования корней вот и все поэтому так как голубика является очень трудно укоренимым растением то есть тут пользуешься уже все возможными способами для того чтобы дальше больше дать шансов все вот таким образом я сейчас поступлю со всеми черенками которые буду сюда высаживать вот то есть я повторю что здесь немного влажно не без фанатизма ник ни в какой укоренитель больше я обмакивать эти черенки не буду то есть то что вот они пролежали у меня сутки в цирконе этого будет вполне достаточно значит здесь у нас в коробочке насыпано где-то 5-6 сантиметров я наверное вот сюда сейчас опилочек побольше подсыплю а начну высадку с почва брикета и с обычного торфа то есть ничего никаких замудрений просто заглубили сколько здесь получается ну где-то сантиметров наверно 57 заглубляем все оставляем сейчас я сделаю то же самое и с остальными плошками буду ставить на укоренение разного по разные калиберные черенки и вот такие и вот такие и то есть посмотрим какие из них лучше будут укореняться вот такие все точно так же я делаю этот косой срез новенький вот так вот бороздую так далее хороший секатор у меня остался в хозяйстве это садовыми ножницами работу они не так хорошо режет но ничего все да смотрите еще один момент после того как мы все это выставим прочеренкуем очень важно будет не ставить сразу в очень теплое место то есть нужно будет создать такие условия при которых будут перепад температур лучше добиться того чтобы было 12 18 градусов и соответственно с повышением если мы сразу поставим в теплое место у нас очень быстро стартанут все вот эти вот почечки они распустятся но еще не заработает корень и тогда все шансы растению просто погибнуть как быстро почки выйдут также быстро они и за завянут засохнут все я продолжаю все друзья я высадила все плошечки в каждой плошечке получилось по 12 штук по 12 черенков какие-то я даже срез не срез не не обрезала не обновляла просто делала бороздование и все и так высаживала времени потому что очень много тратится это я в таких маленьких площадках делаю вам для эксперимента да и для себя для интереса вот себе я буду высаживать гораздо больше и там уже этот срез обновлять уже просто буду делать бороздочки и все на этом сейчас я накрою все это полиэтиленовыми пакетами и оставлю здесь у нас необогреваемая теплица вот и вот так вот на стеллаже она у меня будет все это стоять и укореняться в дом я это заносить не буду то есть здесь у нас ночью будет уже ну еще прохладно днем у нас поднимается здесь температура до 25 даже до 30 если не открывать дверь на проветривание то есть я буду за этим делом следить чтобы сильно не пережарить эти череночки каждую серию буду пронумеровывать чтобы не запутаться очень интересными кажется будет эксперимент посмотреть вот проследить за голубикой поэтому чтобы вам было удобнее я каждую серию подпишу это будет первая серия начала 27 февраля 2023 года и так далее то есть но через пару недель я думаю что сниму еще покажу и так буду снимать и показывать вам результаты этого укоренения да еще хочу сказать что перлит здесь не сухой я его уже пролила водой я посадила сначала череночки а потом немного пролила водой и еще хотел один момент вам сказать что я замачивала черенки когда вот в этом божечки в цирконе воду я брала снеговую то есть я растая растапливала снег это было бы в идеале если бы дождевая снеговая вода если будете брать воду из-под крана то какой-то период времени пускай она постоит чтобы она немножечко отстоялась сразу не используйте ее вот ну что ребята буду наверное я закругляться сейчас я упакую в пакетике я их вот уже подготовила себе и покажу результат так как напомню снимаю одной рукой сын уже убежал немножечко поснимал меня и убежал вот друзья смотрите все упаковала я поставила во внутрь пакетика и сверху завязала сначала одевала вот такую шапочку но все-таки остановилась вот на таком варианте потому что здесь остается проветривание он не слишком герметичен и мне не нужно будет постоянно бегать проверять и проветривать тут есть небольшие дырочки вот здесь вот где узелки вот этого будет достаточно как проветривание все оставляю с богом в теплице вот так что будем следить всего доброго до новых встреч